Друзья, добрый-добрый день! Не лучшая погода для съемки. Тут очень и очень ветрено, будет плохо слышно, но, простите, ради бога, другой погоды у меня для вас здесь, на Габустане, нет. Габустан, страна холмов, где-то час езды от Баку, и вы видите вот такие пейзажи, вот такие совершенно марсианские панорамы. Вы видите холмы, вы видите горы, и вы видите нашу группу, которая рассматривает сейчас грязевые вулканы, да. Здесь ведется очень большая стройка, здесь строят пешеходные дорожки и, собственно говоря, территорию самого санатория, потому что эти самые грязевые вулканы лечат, понятно, сразу от всех болезней. На 5, 7, 10 лет моложе станете вы, если вот в эту грязюку как-нибудь решите окунуться. Посмотрите, очень интересно, прямо из земли вот так вот выходит газ, причем здесь, ну, понятно, грязь, вода, нефть, глина, песок, и вот это все вот так вот бурлит, 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 и вот туда вот вытекает. То есть я сейчас стою на самом что ни на есть жерле грязевого вулкана. Грязевых вулканов на планете около тысячи, так вот, чуть ли не половина здесь, в Азербайджане. И вот, собственно говоря, сейчас мы с вами поднимемся на еще один. Смотрите, вот такой вот кусочек этой самой засохшей грязи можно смело отсюда взять, привезти домой, добавить воды, и получите вы средства от всех болезней. Естественно, но тут самое главное верить. Вы видите, верим. Группа наша совершенно бесстрашно, несмотря на ветер и плюющиеся вулканы, все здесь смотрят и фотографируют. Вот здесь мне очень понравилось, что вот сюда можно наступить. Вот. И вы видите, что он... Это засохшая, застывшая грязь. А вот он, плюющийся, с такой довольно понятной периодичностью. По ветру здорово разносится его брызги. Мы все себе заляпали одержку. А там тоже есть какая-то часть удовольствия. Вулканы разной формы. Есть повыше, есть пониже. Понятно, что в разные стороны они плюются и вытекают. Нельзя сказать, что это эстетически уж как-то просто прекрасно. Скорее, любопытно. И главное, подходить как раз с наветренной стороны. Ну и вот такую коллекцию грязевых потоков здесь можно собрать. Не только этим известен Габустан, бог с ней, с грязью. Сейчас поедем смотреть главное. Здесь находится настоящая картинная галерея. Те самые петроглифы, наскальные изображения. Вот чем известен Габустан. Поэтому едем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первый зал музея это вот такая сфера с копиями тех наскальных рисунков, которые можно увидеть в оригинале в пещерах Габустана. А начинается экспозиция с огромной, большущей модели нашей планеты. И вот здесь, на таких экранах показаны петроглифы разных континентов. Доисторические времена много где на планете Земля. Вот подобные рисунки люди оставляли. Немножко обидно. Нет нашего севера. Вот Франция есть, а вот Карелии тут нет. Но зато вот тут, на стенах этой пещеры как раз продублированы те рисунки, которые можно встретить по всему миру. Что касается габустанских петроглифов, того обнаружены они будут относительно недавно. В 20 веке тут был просто каменный карьер, где добывали камень. А потом вдруг обнаружили эти рисунки, добычу остановили, их стали изучать. И вырос тот музей, в котором мы с вами сейчас и находимся. И вот такие экраны тоже позволяют сравнить разные петроглифы на разных континентах. Вот она наша Евразия. Ну и сейчас, как я понимаю, мы где-то, где-то здесь. Следующий зал знакомит нас с биологическим разнообразием здешних мест. Понятно, что оно здорово менялось с тех времен, когда те наскальные рисунки здесь появлялись. И вот тут, посмотрите, есть вот такая чудесная черепашка. Вот миллион лет назад на том месте, где сегодня находятся музеи, где стоим мы с вами, вот так вот радостно плескалось большое море. Потом все начало потихонечку меняться, море отступало, вновь покрывало здешние холмы и скалы. И когда появляются тут первые люди, это что-то в районе трех тысяч лет назад, вот где-то так. Приблизительно в те годы будут созданы те петроглифы, которые сегодня мы изучаем. Где-то вот здесь как раз находится наш музей. И вы представляете, здорово море уходит, 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 мелеет, да. Сегодня граница находится, ну, тут относительно недалеко, прибрежной зоны и вот такой вот горной пустыни. Море уходило, оставляло после себя соль, то есть, да, неплодородные почвы, что заставляло перемещаться как животных в поисках травки, так и, соответственно, человека за животными. И вот эти кочующие племена как раз и будут оставлять свои первые рисунки. Вот представитель тех времен. И вот они, те самые камушки с первыми рисунками. Следующий зал рассказывает разные стороны жизни вот этого пещерного человека. Вот вам и какие-то первые гончарные изделия. тут приятно вспомнить, что было 4,5 тысячи лет на территории нынешнего Египта. Можно вспомнить и наш любимый британский Стоунхенш, конечно. Век был каменный, поэтому разные камни по-разному использовали для приготовления еды. А вот тут интересно, вот такой камень можно найти в Габустане. Здесь понятна эта картинка, а есть он и в оригинале. это надпись в том, что здесь когда-то стоял легион некого Германику Солюциуса Максимуса Центуриона. То есть это самая восточная надпись на латыни только. Представьте, Римская империя как раз простиралась до здешних мест. А вот так в разрезе выглядит тот самый грязевой вулкан. Видно, как силы гравитации давят на такие вот залежи грязи и вместе с метаном вся эта штука вот так вот выходит через жерло. Только что мы с вами грязевые вулканы видели в оригинале. Понятна заметка права добывания огня. Естественно, случайно ударив по кремнию, тот самый пещерный человек вышел на новый уровень своего развития, сумев не только использовать огонь, но и его добывать. Сцены охоты загоняли животных, чтобы те просто падали с обрыва. И, кстати, интересный национальный танец азербайджанцев, который называется Ялы. Это тоже во многом танец, который имеет такие очень серьезные корни. И танец, посвященный в первую очередь охоте и добыче животного. вообще изначально танцевали только мужчины. Это сегодня танцевальный коллектив, там и девушки присутствуют. Это вот так не имея возможности как-то рассказать друг другу, что именно они будут делать. Вот так языком танца и движения те самые первобытные охотники договаривались о том, как именно они будут добывать то именно животное. Ну и понятно, что без шаманов тут тоже не обойтись. этому вот такие вот ребята в звериных шкурах. Ну такая интересная археология. Очень здорово и современно сделаны музейные залы. Гулят здесь вообще одно удовольствие. Экспозиция продолжается настоящими оригинальными камнями из габустана на которых видите так чуть-чуть прорисованы вот те самые петроглифы просто чтобы нам с вами было лучше видно. Тут хорошо видно изображение козы какой-то древней, понятно, дикой. то есть это те животные на которых здесь охотились тысячелетия там назад. Это изображение кавказского льва, когда-то они здесь водились, вот такой красавец. А вот это некий бык, тур скорее всего для неких религиозных действий, потому что у него видите две полосочки татуировки. Интересно, вот это камни уже настоящие, оригинальные, как раз те самые с петроглифами, с изображениями. Кроме вот такой наскальной живописи здесь есть и настоящая скульптура. Вот тут очень интересно подсвечено некое скульптурное изображение женщины, женщины-матери. Петеринство священное было у пещерных людей. Не очень видно, конечно, вам немножко так фигурка расплывается, но очень тонко, классно, проработано. А вот тут мы сразу понимаем, что это не просто изображение человека, а изображение именно охотника. Вот некие орудия охоты у него в руках. Любопытно, здорово. Настоящий бронзовый век, видите вы здесь воочию. А в центре экспозиция посвященная разным украшениям, можно сказать, ювелирное искусство пещерного человека. Следующий зал, наверное, один из самых интересных. В Габустане более 6000 наскальных изображений, а здесь в одном зале собраны, ну, пожалуй, самые яркие рисунки. Мы с вами сейчас, пользуясь вот такой вот системой, сможем увидеть, например, диких быков. посмотрите. Видно, что дикие, потому что мускулистые проводят как раз всю жизнь движения. Можно увидеть настоящего дельфина, который, видимо, когда-то в Каспийском море водился. Вот это, видимо, изображение женщин, причем именно женщин беременных или женщин, видите, татуированных, мумифицированных. Очень любопытно, как выглядят стены охоты. Видно, что принимают участие в охоте сильные, да, мужчины. мускулистые, большие ноги, такие дубинки в руках, а вот у тех ребят как раз в руках еще и луки. А вот они, лодки. Очень любопытная история. Турхейрдал бывал в Габустане дважды, в 80-х, потом в 90-х. И действительно говорил, что очень похожи эти изображения на те, что он видел в Скандинавии. То есть, вполне может быть, что это некие изображения лодок викингов. Хотя, вроде бы, викинги у нас 9-10 век, тысячу лет назад жили, а вот эти изображения чуть постарше. Может быть, это ритуальные лодки, может быть, дракары. Вообще, тут вопросов больше, чем ответов. А вот Ялы, тот самый танец. Видите, тут хорошо видно, что в основном участвовали в этом танце мужчины, да, вот по очень характерным признакам как раз это понятно. А вот в центре с таким колпаком как раз был ну некий шаман, да, вот предводитель. Следующая группа идет, но я думаю, что успею показать вам еще интересную, посмотрите корову одомашненную. Отлично видно, что она потолще и с поводком. Вот так. Очень здорово и классно сделано, что нажимая на разные фонарики можете подсветить те или иные изображения. Ну и вот так эти пещеры выглядели по мнению современных музейных работников. Тут одна из них восстановлена, реконструирована. Конечно, интересно их будет увидеть в оригинале вот такая 3D-модель пещерного человека что-то рисует на сцене. Еще одна страница Габустана это музыкальные камни, которые сейчас слышат из звуки, издают именно каменные первобытные музыкальные инструменты. А вот она некая реконструкция погребения отправляют на этой погребальной лодке умершего человека в ту сторону, где солнце как солнце появляется с утра с утра с другой стороны так и он должен был по верованиям этих пещерных людей воскреснуть и вернуться вновь. А вот и целый зоопарк изображений тех животных, которые могли встречаться к перчерному человеку здесь на территории нынешнего Габустана из змеи и верблюды и быки и лошади и всякие разные газели, рыбки, волки, львы, леопарды, олени и бесконечное количество коз. Ну а завершение экскурсии здесь это вот такая возможность полетать над Габустаном, посмотреть очень классно. Вот такие вертолетные съемки сверху и Каспий видно, и наши горы, холмы. Мы посмотрели немножко экспозицию самого музея, пора наконец мне кажется эти самые наскальные рисунки увидеть в оригинале. Для этого музей мы сейчас покидаем, чуть пройдем на автобусе и опять на этот азербайджанский ветер смотреть петровлифы Габустана. Буквально 10 минут от музея и мы уже наконец-таки в пещерах и скалах. Здесь даже по-русски написано, что начинается экскурсионный маршрут. И вот он тот самый Габустан относительно случайно найденный лишь в 20-м веке открытый парк с теми самыми наскальными рисунками, которые мы постарались изучить сейчас в музее. Одно дело красиво сделанный интерактив и вот те обои, которые нам показывают эти рисунки вблизи. Другое дело стоящие петроглифы. Любопытная достопримечательность Габустана это вот такие камни Гавалдаш, то есть камни Бубуды. Смотрите и главное слушайте, друзья. это ракушечный известняк за счет того, что у него могли быть разные полости внутри, там, не знаю, куски соли, которые растворяла вода. У него появлялись вот эти внутренние полости, дырки. Если такой камень поставить на небольшое возвышение, он начинает звучать. Звучать, например, для того, чтобы отпугивать диких животных, звучать для того, чтобы собирать людей вместе, звучать, для того, чтобы танцевать, ялы, вот эти танцы ритуальные, они как раз в сопровождении Гавалдаш происходили. Интересно, что здесь подтверждает как раз эту гипотезу. Посмотрите, вот тот петроглиф наверху. Надеюсь, что вам будет видно. Гавалдаш очень модный музыкальный инструмент. Европейские игры в Баку открывали как раз тоже с использованием Гавалдаш. Вот там ребята танцуют. Если видно плохо, здесь посмотрите, есть вот такое черно-белое изображение. И в музее мы сами его тоже видели. Может быть, этот же самый Гавалдаш нужен был как некий звуковой маяк, потому что, видите, с мореходством все было в порядке у тех ребят. Вот они, лодочки. Может быть, погребальный ритуальный, поэтому солнце, видите, на носу. может быть, и лодки, которые использовались в рыбалке и охоте. Категорически интересно. И вот он, этот камень, вот он. Вот на нем-то все и высекали. Вот этим изображением. Ну, можно сказать, четыре тысячи лет. Поэтому-то они так интересны сегодня. Вот тут два человека, скорее всего. Один стоит на плечах у другого. Очень интересное изображение, которое может, например, ответить нам на вопрос, почему вот здесь, в этой пещере, есть леднейшее изображение, чуть ли не 15 тысяч лет назад, сделанное вот такого большущего быка вот так, наверху. Да, это действительно пещера. Сегодня у нее открытый потолок, потому что после землетрясения тут все как-то здорово обвалилось. Интересно, что она была изначально пониже, вот это ее первый этаж, то есть вот эти рисунки будут постарше. А потом, после землетрясения, они будут засыпаны песком, хорошо видна эта белая линия черта, и вновь поселившиеся здесь люди. Рисунки оставляли уже на втором этаже. Любопытно. Очень здорово, очень интересно, много вопросов. Габустан довольно популярное место. Вы видите, что здесь хватает групп. Причем есть и группы из Китая, есть англоязычные группы, скандинавы, большую русскоязычную группу встретил я. И, конечно, включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. вот этот парк под открытым небом, вот эта доисторическая картинная галерея на камне, это интересно, это очень здорово. Хорошо, что здесь хватает инфраструктуры, то есть гуляете вы не задавтывая эти рисунки, а по проложенным дорожкам, ступенчикам, все тактично, аккуратно огорожено. И, конечно, рассматривать их можно бесконечно. очень важно перед посещением самого парка заглянуть в музей, сразу глаз становится наметанный, вы сразу легко различаете эти рисунки. Ну и, конечно, точно ответить на вопросы, которые здесь у любого пытливого путешественника возникают, очень-очень сложно. Кто, когда и зачем эти рисунки оставлял до сих пор, наверняка нам с вами никто не скажет. Кроме самих изображений, самих петроглифов, которыми, ну, действительно, сплошь украшены вот эти стены и этих пещер, в Ковастане очень много еще любопытного. Вот это вполне может быть какой-нибудь древний очаг, который, видите, даже имеет номер 56, и в котором вполне может быть что-то готовили тысячи и тысячи лет назад. Плюс посмотрите, какие здесь смотровые площадки и такие фотоплощадки, с которых открываются виды на ну, практически весь Азербайджан. Плюс, какое популярное место среди китайцев, которые здесь активно фотографируются, активно и громко это делают. А вот еще такие некие очаги. и вот это можно придумать себе, конечно, что это некое естественное происхождение, но больше как-то вот хочется верить, что это сделал первобытный человек для каких-то своих целей. Вот посмотрите, практически в каждый идет некий ручеек, может быть, для сбора воды, вполне может быть. И вот сегодня здесь нас тут так много все радостно и громко фотографируются. И виды, и виды, и скалы. Красота. Вот еще мне очень понравилась точка. Посмотрите, друзья, так с высоты хорошо виден и весь Гагустан, и море, море, которое когда-то было здесь намного ближе. Вот эти вот бескрайние совершенно холмы. просторы и камни, камни, камни. Точка эта находится у входа в еще одну пещеру. Ее называют пещерой быков или пещерой свадебной. Вот тут смотрите, с одной стороны есть изображение быков, причем здесь их пара. Вот они огромные, большие. Дальше такая очень интересная вертикальная линия. Вот вполне может быть, что она отмечала некий переход между дикого мира и мира более или менее домашнего. потому что вот дальше мы видим с вами двух человек, мужчину слева и женщину справа, которые держатся за руки. Вполне может быть, что это могло быть изображение свадьбы пары, потому что там дальше есть две козы, которых тоже две, ну козел и коза, соответственно. И вообще вот такое изображение каждой твари по паре. Вот любопытно. Может быть это свадьбы эти животные это свадебные подарки, а может быть и нет. И вот такие слоистые здесь скалы. Вот еще изображение, видите, задняя часть быка, вот это переднее с головой куда-то делается, все-таки эрозия и выветривание. Понятно, что находятся эти изображения в очень экстремальных условиях и что-либо здесь по-настоящему сохранить конечно непросто. В советские годы так прорисовывали все эти петрульфы зубным порошком, его просто втирали туда такой красочкой специальной подкрашивали, чтобы нам с вами было видно лучше. Сейчас так не делают азербайджанцы и большой вопрос, да, как именно эти изображения сохранить. Какие-то камни они переносены, в музейные коллекции, но в основном все остается под открытым небом. Это конечно большая ценность, большая редкость и большая удача, что все это можно было так увидеть, увидеть, как видим это сегодня мы. Очень важно здесь побывать, если мало ли вы оказались в Баку и у вас есть свободный лишний денек, то вот как раз приехать в Габустан на несколько часов погулять, все посмотреть точно стоит. Очень надеюсь, что вам понравилось хотя бы вот такое шапошное знакомство с этим парком. С вас подписка на мой канал, друзья, и нравишка, естественно, и приезжайте сюда прикоснуться к тысячелетней истории. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok